и в других территориях России. В августе опять с помощью федеральных каналов мир узнал о том, что в Хабаровске такси заставил умыться зеленкой пассажиров, несумерших и так далее. В количестве таких негативных примеров в последнее время сильно увеличилось. Это экстремальные события в городе с неделением, капонами, тайфунами, циклонами, снегопадами, дождями, наводнениями и так далее. Нет сомнения в объективности происходящих событий, которые широко освещаются и местными СМИ. Беспокойство вызывает не только тенденциозная подача материалов, как и широкое тиражирование в государственных СМИ, но и сомнительные, а порой искаженные выводы теле и радиоведущих о жизни Хабаровча. Как, например, известная радиоведущая «Вести ФМ» Анна Шафранк перед радиопередачей по руководству регионом «Этот вызов и драйв» от 12 сентября текущего года с главой Львунди Удмуртии причалом дала искаженную характеристику городу Хабаровска. По ее словам, на город нельзя смотреть без слез. «Вести ФМ» — это из прямого детства. Депрессивная обстановка, серый цвет, как унылого, полуразрушенного, а также плохая окружающая среда, обстановка, не позволяет людям жить и творить. И хотя один из радиоведущих поправил радиоведущую в таких оценках нашего города словами Хабаровска как в красивом и благоустроенном городе, но это не снимает с нее ответственности за свои слова, как радиоведущий федерального канала. Я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас...